Сделайте кому-то что-то хорошее в этом состоянии. Вот хотя бы кому-то. Перестаньте думать только о себе. Сделайте хотя бы кому-то что-то хорошее, и вы растормозитесь. Весной зашумят ветра, зимой запоют ветра. Весной зашумит вода, или запоёт вода, зашумят ветра. То есть поймите такую вещь, что человек начинает чувствовать жизнь вокруг, когда он хотя бы чуть-чуть начинает для кого-то что-то делать. Но понимаете, в этом состоянии, когда стресс, сил делать нет, зато может быть привычка. Поэтому человек должен начинать что-то делать хорошее раньше, чем наступил стресс. Потом будет уже тяжелее, тяжело и поздно. Раньше окружите себя друзьями. Человек не должен быть без друзей. Вот мужчина идёт отдыхать домой, в семью. Он отдохнёт в семье? Да? Нет? Жена вынесет ему мозги возле порога уже. Мы простимся с тобой, порога. Ты мне счастья пожила. Вот уже у порога мозги вынесет. Потому что она ждёт счастья от него, и ей всё равно, устал он или нет. Ей нужно счастье. Он приходит, когда человеку нужно счастье, он не видит уставший человек, не уставший. А счастье для женщины означает взгляды, означает ласковый взгляд, добрая улыбка, слово доброе. Он приходит с работы, устал, как собака. Жена подходит такая. Раз. Где ласковый взгляд? Он такой. И она такая. Зачем я затянусь глазами? Но не получил ласкового взгляда. И он такой. Он-то думал, отдохнёт дома. А дома он не отдыхает, потому что жена хочет счастья. Она думала, что она ждала же его всю. И даже дверь открыла, когда тебя ждала. Милый, мне очень грустно было, и я тебе звонила, и целый вечер дома я была. И он приходит с работы и даже не смотрит, гад. Одни страдания от той любви. Даже в любви, в любви взаимной, муки одни. Есть песня такая. Видно, рядом со счастьем они живут в любви. Мужчины отдыхают с мужчинами. Я не говорю сейчас в американском стиле, понимаете? Я говорю нашему. Отдыхают с мужчинами означают, идут борются там, в шашки играют, в баню там. Понимаете? С мужчинами отдыхают. Я не говорю в американском. Я иду в Лос-Анджелесе с одним знакомым после лекции. И такой, спасибо тебе за то, что ты так организуешь все по плечу ему. И он такую руку мне снимает, говорит, у нас так нельзя. Нельзя. Я говорю, а что такое? Ну не так поймут. Нельзя руку класть мужчине на плечо. Нельзя. Ну как бы подумают, что мы вот, понимаете, у нас другая страна. А у нас можно мужчине класть руку на плечо. Ничего не подумают. А вы подумали, да? Я говорю, с мужчинами надо отдыхать, мужчины. Что вы подумали? А с женщиной мужчина не отдыхает? А то есть мой муж с женщиной отдыхает или нет? Ну, всякое бывает. Я понимаю, в смысле, в каком. А, вы типа с женой отдыхает он или нет? Поднимите руку мужчины, которые отдыхают с женой. Ни один мужчина не поднял руку. Поднимите руку женщины, которые отдыхают с мужем. Ну, думаю, что не так долго живете, наверное, да, еще? Какое-то время можно поотдыхать с мужем. Несколько лет. Ну, всего пять человек поднял руку. Женщина отдыхает с женщинами. Мужчины отдыхают с мужчинами. Когда мужчина идет домой, он должен настраиваться по-другому. Смело мы в бой пойдем, и как один врем, в борьбе за это. Ну, то есть, понимаете, то есть должен как бы... Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю погрею. Ты только прикажи, и я не струшу. Товарищ, время. Ну, то есть, он домой должен идти. Потому что там судьба же находится, а судьба, она... Это сложная штука. Когда человек ничего не ждет, приходит домой, и жена улыбнулась. Ну, господи, как хорошо. Ну, так, человек идет домой, трудится, понимаете? Мужчина отдыхает с мужчинами, женщина с женщинами. Поэтому мужчины должны разрешать жене чирикать по телефону с женщиной. Она отдыхает в это время. Женщины должны заботиться о жене. Моя хорошая, сколько хотите, все, будет классно, она тебя поймет. Хоть истерист с ней, хоть что. Ой, я не могу с ним. Я тебя понимаю. И все, как бы идет отдых, все, супер, отличные отношения. Или мужики, допустим, вместе собрались, ну, что, досталось, ну, да, досталось. Тоже отдыхают друг с другом. По-мужски. У меня один есть знакомый, он мастер спорта по борьбе. И мы едем с ним. Он организовал в одно время в Невосибирске мои лекции. Мы едем с ним вместе. Таким, в машине. Я говорю, как ты отдыхаешь? Он говорит, не поверишь. Я, говорит, иду в спортзал. И говорит, мы когда боремся, и когда меня заломали такие на лопатках, я так выкарабкиваюсь. И в это время меня расслабляет. Я отдыхаю. Мужская психика. Мужчина отдыхает в отношениях с мужчиной. С мужчиной в каких отношениях? Соревнования, там, борется, там, в теннис, волейбол, там, футбол. Ноги подшибали друг к другу, отдохнули. Все, супер. Понимаете? Ну, мужчина отдыхает с мужчинами в отношениях. Вот таких отношений. Это отдых. Там, а еще хорошо, если правильно организованно, на лыжах вместе побегали. Это отдых, понимаете? Женщина тоже должна заботиться о женщинах, любить всех, заботиться. Она отдыхает в социуме, женщина, когда добрые дела делает. Там, детишек накормили, там, какой-нибудь праздник сделали. У нас есть клуб благости. Здесь есть клуб благости в Астане? Есть. Клуб благости чем занимается? Они собираются вместе, чтобы делать добрые дела. Там, взяли кого-нибудь, накормили, еще что-то сделали там и так далее. Там, разные устраивают мероприятия. Например, в Екатеринбурге они взяли, как бы, накупили шариков. Там штук тысячи шариков сложились, купили. Пошли, короче. И человеку говорят, позвони маме, скажи, что я тебя люблю, получишь шарик. Он такой прикалывается, что, правда? Да. Звонит такая, мама, я тебя люблю. Мама, серьезно? И он такой удивляется, мама, ему еще шарик за это. Он такой, фу, с шариком идет такой. А на шарике написано, мама, я тебя люблю. Вот это вот, вот эти приколы, они облегчают жизнь, понимаете? Вот представьте, ты 20 шариков раздал, мама, я тебя люблю. Люди, как бы, позвонили, при тебе сказали эти вещи. И что, ты потом придешь домой с плохим настроением? Да ты будешь помнить об этом месяц еще. Вот так человек должен заряжаться. Не там мертвые, не потеют смотрят. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Понимаете? Разрядились. Спать пошли, дико, потом... Так люди одухотворяются, понимаете? То есть наполняются духами. Телевизор посмотрели там всякие. И наполнились духами, и потом спят погоня в горячей крови. Зачем? Это, как бы, вроде бы, кажется, разрядка происходит. Но это внешне все. Разрядка настоящая происходит через аскезу. Сначала горький вкус, надо себя заставить. Еще вообще это как на улицу пойду я шарики раздавать. Но я же не дурак. Понимаете, это аскеза. Вот стать на время дураком. Ну хорошо, ну не хотите вы на улице шарики, это экстрим для вас. Ну, значит, научитесь дружить. Ходите в гости, служите людям, заботитесь. Понимаете, вот если вы говорите, у меня нет друзей, нет, и шарики раздавать на улице не могу. На природу некогда ходить. Здесь вообще-то у нас город, Олег Геннадьевич. Вот. И так далее. Ну то есть, вот, раз, два, три, четыре, пять. У меня друзей нет, мы как бы, у меня, вот, собака единственный друг. Но собака у вас член семьи. Она тоже такую же энергию несчастную имеет, как и вы все. Она внутри, в котле, в этом варится ваша, понимаете. И сколько вы ее не тискайте, все равно вы ничего не получите от нее. Субтитры создавал DimaTorzok